Мультипликация — это, по большей части, работы с невидимым. С идеей, которая приобретает более отчетливые очертания только после стадии препродакшена. Когда готов аниматик, персонажи, записанные голоса, мы уже более отчетливо видим, в каком направлении держать курс. Поэтому мы можем смело отправляться в это нелегкое, но увлекательное приключение с заветной целью. Когда мы слышим о работе художников-мультипликаторов, мы тут же представляем большие просветные столы, на которых аниматоры, чтобы получить всего одну секунду мультфильма, рисуют 24-25 кадров. При анимировании персонажа мы опираемся на записанный голос и пытаемся передать в рисунки все нюансы актерской игры, чтобы персонаж выглядел правдоподобно. В наши дни в качестве альтернативы многие используют графический планшет и компьютерные программы для анимации. Этот метод позволяет значительно ускорить процесс, так как рисунок создается сразу в цифровой среде, а дополнительные инструменты, к примеру, функция «вернуться на шаг назад», значительно облегчают работу. Программы также позволяют создавать перекладную анимацию, с помощью которой создаются практически все современные мультфильмы. Они выглядят более угловато, так как анимируются не за счет рисования каждого кадра, а за счет деформации скелета уже нарисованного персонажа. Анимировать людей сложнее всего. Красота кроется в простоте и изящности формы, особенно женского лица. Одно неверное движение карандашом и весь персонаж на смарку. Для анимации, особенно рисованной, нет ничего невозможного. Она может все, на что способны наши воображения. Трудно сказать, что лучше — творить по старинке или на компьютере. Чаще всего аниматоры отдают предпочтение тому, с чем им комфортнее и привычнее работать. Весь процесс анимации делится на несколько стадий работы, за каждый из которых на больших студиях отвечают совсем разные люди. Большая редкость и большая удача, если одному аниматору поручает отдельного персонажа. Поэтому плюсом работы в более скромных масштабах будет то, что вы сможете примерить на себя сразу несколько ролей. Чтобы привести персонажа в чувство, сначала рисуют ключевые кадры. Процесс этот еще называют позированием. На этом этапе на основе аниматика создаются сцены в среднем из трех десяти рисунков, на которых запечатлены основные эмоции. Помимо них художники прямо в кадре оставляют дополнительные комментарии, пометки и рисуют стрелки, чтобы их коллеги знали, как двигаются персонажи, камера, откуда падает свет и так далее. Затем к работе приступают художники по промежуточным кадрам. Благодаря их стараниям в движениях героев пропадают рывки и появляется плавность. Если вся предшествующая работа проводилась исключительно на бумаге, то теперь сцены следует оцифровать, а значит в игру вступают художники по чистовой анимации, которые устраняют неточности и стирают лишние линии. Как вы уже могли догадаться, персонаж всегда анимируется отдельно от фона, чтобы в случае ошибки не пришлось начинать все сначала. После герой накладывается на окружение, раскрашивается и добавляются спецэффекты. Но и это еще не конец. Нужно провести тестовый смотр линий и анимации на предмет ошибок. Например, чтобы волосы персонажа, если они черные, не сливались с черным камнем на фоне. Какими бы талантливыми ни были режиссеры и аниматоры, без надлежащего звукового сопровождения, их работа будет выглядеть довольно однобоко. И зритель во время просмотра будет постоянно чувствовать, что ему чего-то не хватает. Во время киносеанса мы не задумываемся над тем, что рисованные персонажи и окружающие их предметы не издают ни единого звука. Даже шум улицы и эхо в большом зале не появляются в мультфильмах сами собой. Отвечают за эти на первый взгляд мелочи шумовики. Мало того, что они озвучивают каждый предмет, с которым взаимодействуют персонажи, так еще и придумывают звуки для тех объектов, которые невозможно записать естественным путем, или они вообще не существуют в природе. Например, звук звездной пыли, или звук светящегося светлячка. Если вы создаете мультфильм собственными силами, то в поисках подходящих звуков вам стоит покопаться в интернете, где хранятся целые звуковые базы с разнообразными шорохами, взрывами и всем прочим. Музыка, особенно в рисованных мультфильмах, где нет ограничения в актерской игре, создает дополнительное волшебство. Но не одни шумовики создают звуковое полотно фильма. На специальных студиях оркестр под руководством композитора записывает музыкальное сопровождение, или, иными словами, саундтрек. Для простого обывателя это всего лишь музыка, но знающие люди вам скажут, что именно саундтрек позволяет глубже прочувствовать момент и погрузиться в историю. После окончательного монтажа и покраски кадра, если это необходимо, фильм готов к публике и аплодисментам. В домашних условиях все будет довольно скромней, но за плечами у вас уже будет огромный опыт, которым при должном усердии, поверьте мне, вы сможете гордиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова